Амфотерные органические и неорганические соединения Амфотерность – это способность некоторых соединений проявлять как кислотные, так и основные свойства в зависимости от условий. Эта способность объясняется тем, что амфотерные соединения могут выступать в роли доноров катионов водорода в щелочной среде, а в кислой среде – в роли их акцепторов. Амфотерные соединения Рассмотрим амфотерные свойства на конкретных примерах. При взаимодействии амфотерных оксидов с сильными кислотами они ведут себя как основные оксиды. Например, при взаимодействии оксида алюминия с соляной кислотой образуются хлорид алюминия и вода. В ионном виде оксид алюминия плюс 3 катиона водорода равно катион алюминия плюс 3 молекулы воды. При взаимодействии амфотерных оксидов со щелочами они проявляют себя как кислотные оксиды. В реакции между оксидом алюминия и гидроксидом натрия образуются диокса алюминат натрия и вода. В ионном виде оксид алюминия плюс 2 гидроксид аниона равно 2 диокса алюминат аниона плюс вода. В реакциях между амфотерными гидроксидами и сильными кислотами амфотерные гидроксиды ведут себя как нерастворимые основания. Например, при взаимодействии гидроксида цинка с серной кислотой образуются сульфат цинка и вода. В ионном виде гидроксид цинка плюс 2 катиона водорода равно катион цинка плюс 2 молекулы воды. В случае взаимодействия амфотерного гидроксида со щелочью амфотерный гидроксид ведет себя как кислота. При взаимодействии гидроксида цинка с гидроксидом натрия образуются диокса цинкат натрия и вода. В ионном виде гидроксид цинка плюс 2 гидроксид аниона равно диокса цинкат анион плюс 2 молекулы воды. Амфотерность органических соединений разберем на примере типичных представителей. Альфа-аминокислот, которые в своем составе имеют аминогруппу, определяющую основные свойства, и карбоксильную группу, определяющую кислотные свойства. К реакциям, идущим по карбоксильной группе, относятся взаимодействия аминокислот со щелочами и спиртами. Например, при взаимодействии аминоуксусной кислоты с гидроксидом натрия образуется натриевая соль аминоуксусной кислоты и вода. При взаимодействии аминоуксусной кислоты с метанолом образуется метиловый эфир аминоуксусной кислоты и вода. Взаимодействие аминокислот с сильными кислотами идет по аминогруппе. Например, при взаимодействии аминоуксусной кислоты с соляной кислотой образуется хлороводородная соль аминоуксусной кислоты. В растворе аминокислоты диссоциируют с образованием диполярного иона, который формируется в результате отщепления катионоводорода от карбоксильной группы и присоединения его к аминогруппе. Именно этим объясняются амфотерные свойства аминокислот. Для аминокислот характерны реакции поликонденсации, результатом которых является образование полипептидов и белков. Эти реакции очень важны для живых организмов, так как они обеспечивают биосинтез белков.